Иван, поснимаем чуть-чуть как-то жесткой баш-сдм на Зевс Лайфик. Ты с тридцаткой вообще играешь? Ну да. Что-то я с тобой играю недели, не могу привычать. Спрейчик. Блядь, индейме вот хрен даст. Юбик сделал конечно, ну как Юбик, я не знаю кто. В спину блядь хуярят, напрягают. Ну я и сам могу бывать с ними. Ты шо, можешь так почитать Радчи? Это американский стиль движения, релаксика. Новые прически, добрый день. Что ты на таком позитивчике? А ну признавайся, дай курилку, дай курнуть. Тебе нравится движение седьмой день буткемпа? Честно признавайся. Воздух хороший на улице, ветерок. Слышишь? Да. А ты прикольно придумал, да? У тебя получается на этом, аккумуляторах, да? Да, я их меняю. Ну удобно и зарядки, да? Да. Я приду, я думаю. Дымка вам немножко, друзья. Заложим. Так, что тут происходит? Ваня рубится. Ещё немного Ивана. Время местное, как говорится. Иван использует разные стили стрельбы, как вы видите. И спрей, и накидки, и по патрончику в голову. Аханец. Ебас. Так что, может сегодня не будем уже трениться, пойдём погуляем просто и всё? Михаил пришёл к нам. Миш, спрашивай. Миш, будем сегодня трениться или пойдём погуляем? Ты сегодня такой красивый. Давай, потремимся. Я думал официально так, ну… Я официально хочу хорошо потремиться. Я думал официально хочешь чёлочек порезать. Ты такой вообще хорошенький. Михаил, скажите, пожалуйста, где вас так подстригли красиво? Барбершопе. Барбершопе? Да, барбершопе. А сколько вы заплатили денег за такую прическу, бороду? Ну, прическа 350 гривен стоит. В долларах переведите его хорошо с математикой. Ну, 23 доллара я заплатил. А за бороду отдельно ещё было? Не, за прическу я заплатил не 23 доллара, а прическу я заплатил 14 долларов, а за бороду отдельно заплатил, ну там, 11. У нас как бы немножко так подразвили, может, нет? Ну, нервовели, а ещё… На сегодня можно было, сегодня уже хорошее настроение можно и провести. Видно, что человек недавно только встал. Саша тренируется, и вы должны тренироваться, если вы хотите… Быть лучшим. Быть лучшим. Саня, ты же должен быть лучшим, правильно? Да. Классно, у тебя, кстати, футболка. Ты в ней спишь? Нет. Ты как пижамка такая, не? Ну да. Давай пятёрку, давай. Красава вообще. Самолётики у тебя везде. А что это? Почему у тебя футболка, самолётики и татушка? Связь какая-то? Нет. Просто? Спонсорская футболка. Я думаю, может быть, потому что ты человек полёта. Да. Я человек свобода. Красава. Так, ну куда делся мой… Ладно, поснимаю чуть-чуть. Вот тоже хороший парень. Он рассказывает у нас. Всем привет, пацаны. Да. Что-то интересного расскажу. Да ты знаешь, приехали поснимать, как вы тут натренировались за эту неделю, как проходит дурка узнать. Ничего решили, думали, всё уже, хватит. Да. Хотел посмотреть, как у вас успехи вообще. Да? Успехи на Чимпе будем уже смотреть, а сейчас пока тренировочный процесс. И арбузик, да? Ну арбузик не даёт покоя. Просто очень много мемов на него. Не даёт покоя. Я лучше не ешь это, я тебе честно скажу, братан. Вот, кстати, наша хавка. Как тебе вообще? Покушал что-нибудь тут? Да, вкусно. Мне нравится картошечка, мяско, каша. Ну, каша так себе, конечно, но соляночка вкусная. Огурчики, помидорчики, петербродики. Сэндвичи также, да? Сэндвичи, да. Сэндвичи, скажи, ну вот ты, родной же брат, правильно? Да. И Синько. Скажи что-нибудь интересное, что ты какой-то случай из детства забавный прославил. Ну рассказываю, смотри. В общем, когда малой учился играть, я его учил играть в в Counter-Strike. А ты сам играл раньше в CS? Да, конечно. Ну как, на каком уровне? Какого у тебя там? Две звезды, калаш? Или Суприм? Или ты в 1.6? Я в 1.6 играл. Когда еще в ZeroGravity работал администратором в компьютерном клубе Планета Икс, может ты помнишь? Ну с тех, еще с давних времен ты был? Потом у нас был один компьютер, малого не было компьютера. И мы, конечно же, играли по очереди. И когда он только начинал играть, он садился рядышком на стульчике, таком приставном. Я бегал, а он стрелял мышкой. У нас был один компьютер. То есть вы как братья, да? А сколько это ему лет было примерно? Я не помню, это где-то был пятый класс у него. То есть вот тогда он начал шпилить в Counter-Strike. Еще была такая история, стоял компьютер, системный блок стоял на столе. Знаешь, иногда так стоят? Ну да, конечно. Малой сидел играл, в общем, на компе. В халате. Те наушники были включены в системный блок. Он потом резко встал. Но это был единственный компьютер. У нас не было шикабах. И он побежал и, короче, потянул системный блок. Он упал, разбился. Там разлетелась ветеринка. Звонит мама, говорит, Леша, ты только не ругайся на Сашу. Но он разбил наш компьютер. У нас был единственный компьютер. И как? Вы починили компьютер? Да, починили потом комп и все-таки. Ну а ты почувствовал в какой-то момент, что Саня будет ебашить, скажем так? Да. В какой-то момент? Сколько ему было? Я думаю, это когда он был в HellRaisers. Я уже понял, что да. Это года три назад получается примерно или больше? 2014. 2014. 2014. 2014. Ага. И тогда уже чувствовалось, что... А почему, кстати, почему так произошло, что ты не остался там дальше играть? Там есть один игрок, который всех кикает. Тебя кикнули? Да. И меня взяли. Тебя взяли? Да, вы сказали историю про читерство у Балова. Он на самом деле никогда не играл с читами, а просто решил попробовать. Ну просто братишка ему решил попробовать. Да просто попробовать. Да, он вообще в 1.6, я к нему как-то подпишу. Слушай, мне кажется, тут что-то семейное помещается. Кто-то кого-то скрывает. Я с Заком с другом 1.6 качаю OpenGL, знаешь, самый обычный. Да. А у меня включен ЕЦ, как он там? Изи античит. Я. Знаю такой. Изи античит. Я захожу на сервер, и меня сразу банит. Я классно поиграл с читами, и 3 годика посидел с ЕСЛ банчиком. А ты при этом, при этом у тебя было ЧИС или не было? В 1.6. Я включил его типа, и меня сразу забанило. Я не смог даже наиграться. То есть ты даже не поиграл с читами нормально? Нормально нет. Да. Да. Один раунд меня сразу забанило. Это типа, ну это чит я не покупал, а просто обычный. Ну да, 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 да. Надо было купить нормальный чит, как сделали нормальные игроки. Кюкли там, многие, многие профессиональные геймеры не пожлобились, купили читы и долгое время выступали на про-сцене. ЗЕВС когда-то купил читы и его не спалили. Ха-ха-ха. Дело в том, что если бы ЗЕВС покупал читы, он бы, блядь, ебашил бы посерьезнее. А на самом деле, если пофану, то это весело с читом, наверное. Да я согласен. Вообще, мне кажется, была бы прикольная идея, типа, что был бы, допустим, чит для всех одинаковый, сделать турнир с читами. Ну а что? На самом деле, какое-то что-то новенькое. Просто Волхак. Просто Волхак. Реально. Делаешь турнир. Вы понимаете, насколько на самом деле перевернется понимание КС, мозг, новые страты, новые расклады, фишки. Ну вообще, жесть будет. И реально, мне кажется, это могло бы зайти нормально. Саня, что ты будешь? Кашку? С котлеткой? А что это вообще? Это? Я не знаю. Это похоже на... Это как там называется этот? Кус-мус? Киш-миш? Короче, это какая-то такая кашка. А это кусь? А что это такое? Это кусь, да? Что это? Это блинчики. Внутри с кремом. Бери, очень вкусно, кстати. Да, это не позавтра. Вкусные блинчики. А яичницы сегодня? Яичницы сегодня. Кстати, вчера омлет был вкусный. Слышишь, Михаил? Ну что, друзья? Что ты скажешь вообще? Сегодня у нас получается есть праки? Да, у нас есть праки. Играем сегодня? Блин, Миш, ну не могу. Ты такой красивый на тебя смотрел. Мы сегодня праки играем. Ты должен реально идти... Как бы... Если девчонки посмотрят этот видос... Как с тобой можно сказать? Через каком? Через каком? Азекью? Пишите мне вконтакте, в фейсбуке. И звоните на номер телефона. А что писать? Что писать? Как вообще? Типа, вы такой красивый. Здравствуйте. Хотели бы с вами там провести ночь? Час? Сколько вы стоите час? У меня сейчас по часу как бы, да? Почем? Большой спрос... Недорого, в принципе. Мы недорого. Да, старинная профессия, недорогая. Почем? Почем, почем. За сколько, кстати, я проводил с девушкой час? Время, да? Ну... Может они захотели бы с вами, кто-то из них? Такое есть? Нет, я больше как-то с ребятами вот тут контактирую, на тренировочной базе. Мне этого хватает. Хватает? Да, хватает этого. С головой. С головой. Я понял. На телефон не заряжается, я не могу в Steam зайти. Не можешь в Steam зайти? Ну, видишь, мать. Вот так вот. Не заряжается тренер, решите вопрос. Аэрокоп не держишь. Ваня, Ваня херячит, DM'чик. Денис херячит, DM'чик. Флейми херячит, DM'чик. Ботов. А Даня здесь снимает продолжать видос. И очень прикольно. Да. Понимаешь этот прицел? Да. Егор, это твой стандартный или ты взял какой-то прицел настройки? Не стандартный. Бля, ты вчера с Успакаша так разваливал. Ты на каких настройках попадал? С точкой. С точкой? Тупо с точкой поставил? Нет. Маленький прицел. А ну как. Вот такой? Бля, вчера так залетало у тебя. Ооо. А кто так играет? Ника. У него такой же прицел? Угу. А, и динамик один, да? Пять. Ну, ставил пять, да. Угу. Суспавун жесткий прицел. У него Ника спавун вроде нормально, да? Да. Ну да. Жесткий. Ладно, ребята, пошел я тоже во что-то поиграю. Пишите, что вы хотите, чтобы... Пишите, что вы хотите, чтобы мы поснимали. Что вам показали. Основное мы сюда сняли. Единственное, что тут торты, они стоят. Мы их так и не съели. Жалко. Ну, потому что... Ну, а что с ними делать? Это было... Я думаю, что вы ехали без спад. Да. Ладно, Александр, приятного аппетита мы вам желаем. Кушайте. И даю всем привет. Болейте за нас. Все, кто меня знают. Болейте за нас. За меня. За Дань. Можно за меня тоже? Да, да. Спасибо. Вот реально приятно. Хороший человек стоит. Саня. Молодец. Стримы на русском начинаются от меня. Реклама. Стримы на русском начались от Дани Зевса. Солась? Да. Давай, Петер. А то что там там расскажут, красавчик.